Сегодня из Улан-Удэ отправится грузовая машина, наполненная сладкими новогодними подарками для участников специальной военной операции и детей Старобешевского района Донецкой Народной Республики. По поручению главы было формировано более 14 тысяч подарков, точнее 14 тысяч 560 подарков. Была разработана специальная упаковка. Десятки тысяч граждан и более тысячи предпринимателей со всей республики собирали средства на новогодние подарки. Также свои ежедневные заработки направляют работники бюджетных и внебюджетных организаций. Деньги аккумулируются на специальном счете для пожертвований некоммерческой организации и содействия. Оно, содействие было создано летом 2022 года и нашей целью являлась помощь Старобешевскому району Донецкой Народной Республики. Осенью в ходе процедуры мобилизации на нас возложили обязанность по материально-техническому обеспечению воинских соединений. Теплые носки, бритвенные принадлежности, сладости сделают Новый год мобилизованных и детей ярче, теплее. Но состав подарка имени ограничивается. В каждый вложено письмо от школьника Бурятии с добрыми напутствующими словами, которые, быть может, в тяжелый момент дадут надежду. Надеемся, что наши бойцы, дети Старобешевского района, почувствуют заботу огромной световой республики Бурятии. Наталья Нунай, Анастасия Макарова, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».